Ему 24 года, рост 1 метр 90 сантиметров, вес 84 килограмма ровно, из Москвы, известный блогер, музыкант, боец по ПММ, участник различных шоу, его профессиональный рекорд, одна победа при двух поражениях, Евгений Хиршов! Его соперник боец в красном углу, ему 33 года, рост 1 метр 77 сантиметров, вес 84,2 килограмма, из Санкт-Петербурга, также известный блогер, боец ММА и поп ММА, его профессиональный рекорд, 13 побед при шести поражениях, Артем Тараса! Рефери в октагоне Артем Олексенко! Время супер боев на ММА серии 75, все звезды и сейчас действительно звездный состав у нас в клетке, включая Артема Олексенко! А так Евгений Хиршов и Артем Тарасов у нас сейчас в клетке, выясняю сильнейшего, серьезное преимущество в росте у Евгения Хиршова на 13 сантиметров он выше, сильная сторона Артема это конечно же борьба и посмотрим сможет ли он в нее зайти. Зажимает у сетки Тарасов соперника и очень легко его переводит, буквально выдернул сейчас он ноги из-под Ершова, довольно нервно развиваются события на настиле. Да, конечно, рычаг локтя очень здорово проводит Артем Тарасов, это один из его фермерных приемов, но арсенал очень приличный, нет, все-таки на рычаг заводит и здесь нужно завести руку, ногу еще правую. Там чисто самбистская техника в исполнении Артема Тарасова, контует он над рукой соперника и сейчас не хватит немного ему контроля, очень грамотно сработал Ершов, сам перехватывает инициативу и оказывается за спиной у Тарасова. Вот так вот, дамы и господане, так просто все будет, оказывает воздействие Евгений Ершов, будет готовить бросок скорее всего Тарасов, колено по корпусу. Продолжает Ершов локировать Тарасова, вновь колено и отличная передняя подножка в исполнении Артема, вновь оказываются спортсмены на настиле, Тарасов очень быстро залетает в фулл маунт и есть возможность поработать, сразу же старается изменить позицию Ершов, отсюда возможно добивание или все-таки коронный рычаг локтя от Артема Тарасова. Да, из маунта продолжает атака Артем, но при этом не так много бьет, по пятку душающего возможно, ноги заправлены, будет ли растягивать, пока не получилось и вот так отсюда, пошел душающийся, Артем Тарасов, первый раунд, еще пару ударов и вот так сразу уже после гонга, после гонга продолжается бой, залетают секунданты с обеих сторон и, ну в общем, ничего необычного. Здесь, да, куча мала, удерживают Ершова, там драка между тренерами, такой, ну все, все быстро разняли. И все абсолютно ожидаемо. Отдадил должное и Артуру Шайкову, Артему Алексенко досталось, ему попали в класс, будем надеяться, что обойдется все без серьезных последствий. Ну, Артем настолько добрый парень, что он уже улыбается, судя по всему, задает сакраментальный вопрос Евгению Ершову, зачем, зачем, ну а как бы не развивали события дальше, Артем Тарасов молодец, а вот сейчас, смотрите, Ершов все никак не успокоен. И оттаскивают его уже двое или трое, этого не видно сейчас в кадре, он пытался напасть сзади на Артема Тарасова, но не сумел этого сделать, ибо вмешалась охрана. Ну, все уже сказано в бою, это очистная победа, постучал, стучал Евгений Ершов, узнавая свое поражение, вот это все, в итоге, с точки зрения статистики, но это уже не важно, важно, что Артем Тарасов вернулся в МСС и вернулся в МСС и вернулся в победу. Вот сейчас Евгений Ершов попросил прощение у Артема Алексея, давайте посмотрим еще раз, как это было. Вот такой переход на удушающий прием, и был вынужден постучать на сдачу, ну и потом, да, еще раз. Вот как раз момент, где попал, да, Евгений Артема, но на самом деле Артем Тарасов-то не видел уже с этого момента, и только остановки первым нанес туда. Да, это мы сейчас видели, да, повторим, я имею в виду потом в размине, досталась от Олегшенко именно от Ершова. Там бросили перчатки в зал, Артем Тарасов дает публика с радостью в них в бою. Этот бой получился ярким, скоротечным, скандальным, в общем, каким он и ожидался. Дело в том, что бойцы еще должны оказаться на середине и должны поднять руку Артему Тарасову. Там продолжаются провокации с той и другой стороны. А причем Евгений Иршов выглядит как человек, который абсолютно ни с чем не смирился, несмотря на то, что непосредственно, когда было три человека в клетке, ему предстоит капитулировать. Но сейчас предстоит еще сложная задача Артему Олексенко ему необходима. Успокоились. Ведите себя до основного, пацаны. Хорошо, красавчик! Этот бой проводился 1 минуту 48 секунд. Победу удушающим приемом сзади одержал Артем Тарасов! Артем Тарасов выигрывает в специальном поединке на ММВ-серии 75 и победа возвращается в организацию Вячеслава Камнева. Женя, что случилось после остановки? Господи, простите, у этого пацаны адекватного лучше. Это что было? Поостанавливать, лететь с кулаками, добивать. Чуть-чуть и кричить в мою сторону. Я вообще не инициатор данного пацаны сейчас был. Артем, Артем, давай не будем подхупеться здесь. Давай, отдельно, отдельно. Что случилось? Что с тобой? Ну что, я как старший из культурной столицы преподаю молодым и наглым уроки воспитания. Не понимают по-хорошему, будем работать по-плохому. Вот. Я могу сказать так, твой рэп убойкий, будто ты видеоблогер. Вот. Дальше. А на самом деле, ну, Женя, сука, тяжелая тушка такая, пипец. Это охренеть просто можно. Это лирическое слово, да? Вот. Сотку весит. Я сделал, ладно. Дал ему один раз, дал ему два раза, дал ему третий раз. Когда хочешь, каждый день. Но у меня самое главное сегодня. Здесь присутствует моя супруга Яна. А можно ее сюда впустить? Ян, ты где? Яна. Вот. Я считаю, что мужчина определяется по внешнему виду, как минимум, своей семьи. И сегодня я купил своей жене очень дорогие роликсы, которые стоят намного больше, чем мой гонорар. Вот. И прямо сейчас я хочу здесь, в прямом эфире вручить. Пряжи, пожалуйста. А можно микрофон? Ты определись, ты с микрофоном или без, что ли? А и так, и так. На самом деле, может, у тебя есть вручки? Я не знаю, как они расстегиваются, чтобы ходить на руку. Кто знает, как они расстегиваются? Сейчас. А потом расстегнем. Я хотел ходить на руку. Иди домой. Ладно. Яночка, это тебе. Стоит очень дорого. Доставить было очень тяжело. Тем более перед Новым годом. Но ты моя опора. Кстати, эта девушка со мной еще до того момента, как я стал прикольным. Шучу. Еще до того момента, как я стал популярным. В общем, Мэй Серис, Федор, тебе большое спасибо, что даешь выяснить все наши несогласия с такими, как Ершов. Спасибо команде Мэй Серис. Спасибо Федору. Спасибо моей команде. Леша. У Сани сегодня день рождения. Поздравьте его. Пожалуйста, аплодисменты. Ну, моя команда. Артем живая ставит. Виталий Тарас, Тима Мамедов. Все, спасибо. Ершов, тренируйся, чтобы не получать после боя и до боя. Че убегаешь? Че убегаешь? Пацан, сон, Олександ. Ага. Спасибо большое, ребята. Да, надеюсь, что давайте попланируем. Ну, да, хорошо, Жень, давай, быстро тогда еще. Ты стоечку потяни, Тём. В стоечке шансов-то у тебя нету. Боролся ты-то в мостах, я знаю. Но кто-то обещал со мной в стоечке стоять, но в ноги полетел. Пятки мои нюхать, как только представилась такая возможность. И что-то говорит мне еще про тренировки человеку, который два года чисто в стойке работает. Которому ты кричал, что вывезешь меня. И что в итоге ты показал очкошник. Давайте попланируем ребятам в любом случае. Кто-то согласен, кто-то не согласен. Скажу, что часть правды в словах Жени, вот в последних словах Жени точно была. Чест, чест. То-то чест, чест. Субтитры сделал DimaTorzok